Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем с вами из ангара Т95Е2, который выставили на продажу, как отдельно, так и в составе набора. Я данную машинку не покупал себе на основу, потому что на основе мне просто жаба задавила тратить свою золотую копилку ради приобретения данной машины. Приобретал я ее исключительно для того, чтобы сделать на нее обзор. Ну и сейчас она у меня благополучно стоит и пылится в моем ангаре. Почему? Потому что мне, честно говоря, лично мне, ребят, мое субъективное мнение, машинка не зашла и не понравилась. Это сущий картон, на котором очень, очень неприятно отыгрывать. Но это мое субъективное мнение, сейчас заедем в бой, ну и, соответственно, поиграем на ней. Что могу сказать? Бьют куда попало, вот эту кепку все пытаются выцелить. Короче говоря, ребят, ну не знаю, мне как-то не очень такая игра, мне поживучие машины нравятся. 5500 просят за голую машину вместе со слотом в ангаре и 12500 за машину в составе набора с Action X. Action X я сделал обзорчик в свое время и есть свежее видео по данному конкретно предложению. Поставлю сюда ссылочку в пределах данного видоса на Action X. Я его тоже выкатывал из ангара, чтобы показать, что это за аппарат такой. Так вот, ребят, я бы сказал, что этот набор это небо и земля. Вот это вот земля такая на уровне Плинтуса, по крайней мере в моих средних руках. Что в состав набора входит? Есть два легендарных камуфляжа. Я к камуфляжам и к аватарам абсолютно спокойно отношусь. Если к камуфляжи еще хоть как-то понимаю, то вот аватар для меня вообще абсолютно непостижимая, непонятная дребедень в игре, которая ничего тебе не добавляет, но ты за нее платишь. Ну вот как-то так. Что еще? Есть X5, 15 сертификатов на Action X и соответственно на T95E2. Два слота в ангаре, открытое все оборудование. Вот такой вот наборчик за 12500. И скажу откровенно, сам набор за 12500 я считаю дороговатым. Но это мое мнение. Насколько ваша копилка золота велика, безусловно, вам и мерить, подходит ли вам такой ценник. Что касается самой машины. Обзор на машину я уже делал. Я в конце видео вот здесь вот наверху вставлю ссылочку на обзорчик. И сейчас не буду останавливаться на технических характеристиках по данной машине. Еще раз повторюсь, кому интересен разбор технических характеристик по машине, в конце видео будет ссылочка. Перейдете по этой ссылочке и там посмотрите дополнительные катки на данном аппарате. И соответственно посмотрите на обзор и обсуждение ТТХ. Что же касается конкретно данного видоса, то сейчас просто выкатимся в рандом. Посмотрим, чего машинка может, чего она стоит. Ну и соответственно от этого будем отталкиваться. Что хотелось бы добавить. Подвижность по машинке вполне себе таки как для средняка. Адекватная, нормальная. К подвижности никаких вопросов абсолютно нет. По КД 5,5 секунд. В принципе с учетом ее альфы тоже вполне таки сносно и нормально. Насколько это играбельно, насколько это приятно, посмотрим сейчас в бою. По углам склонения, как вы видите, стоять можно вполне спокойно. Силуэт танка такой, что в принципе можно вот так вот встать и отстреливать. Но вопрос заключается в том, что как бы вы ни стояли, вот это вот командирская, да, командирский лючок. Командирская это верхняя дополнительная шляпа, по-другому я ее назвать не могу. Она торчит у вас, ну как бы вы уж не повернулись. И это, честно говоря, немножко будоражит. Особенно, когда вы поворачиваетесь боком, да, то есть пробить ее там не составляет вообще ни для кого, никаких усилий. Соответственно, помните об этом, если возьмете себе данную машину и будете пытаться ее отыгрывать. Кроме как играть на этой машине прям совсем-совсем аккуратно. Вот сейчас очень сильно мне повезло. Рикошетик прилетел по башне. Кроме как отыгрывать на данной машине прям совсем-совсем аккуратно, я бы не рекомендовал других вариантов игры. Агрессивной игры на данной машине вы себе однозначно позволить не сможете. Я сейчас немножко, наверное, упарываюсь, выезжаю сейчас на прогу, но я очень сильно хочу просто нашим товарищам помочь доразобрать ее и уверен, что это будет одним из залогов нашего успеха. Так, что там у нас? Есть у нас вот товарищ 49-й, по нему и кинем. Как я говорил, альфа как для среднего танка с таким КД очень приятная, мне, честно говоря, очень нравится. Но, как вы видите, все-таки подкруточки берут свое и не дают добрать буквально там с одной единицей хп-шки, прям как в режимном бою, да, когда можно себе поставить возможность не сливаться в ангар при фулл уроне, а игра оставляет тебе ровно одну единичку хп для того, чтобы ты, возможно, выжил и сделал еще один шот. Так, кто тут у нас? У нас тут два тяжа, которые встречают меня. Подожду наши ПТ-шки подтянутся, с ними, мне кажется, будет немножко поинтереснее и повеселее, потому что самому против двух тяжей вылазить как бы вообще не вариант, неинтересна эта идея. Да, кстати, я вот сейчас задумался, говорил или нет, орудие очень точное и скорость сведения действительно приятная. То есть сказать, что будет дискомфорт в этом отношении, нет, ребят, будете отыгрывать вполне нормально, сводитесь вовремя, то есть нет такого, что ты уже перезарядился и потом два километра пути необходимо подождать, пока у тебя еще сведение нормально сработает и, соответственно, сможешь точно кинуть. То есть в целом, ну, как-то не знаю, по орудию машинка классная, вопросов нет, у меня как-то на ней не получается нормально долго жить. Знак классности третьей степени, 1786 единиц нанесенного урона, есть на нашем счету два фрага, по количеству серы, которое мы получаем, с учетом према 117 тысяч, я считаю, что это довольно-таки крутой показатель. И 75 тысяч без учета прем-аккаунта. Не могу сказать, что данная машина так играется от боя к бою, но она требует, знаете, вот, ну, очень хорошо постараться. То есть, если, допустим, рассматривать в пределах набора, который сейчас есть за 12500, то Action X, он не требует от тебя настолько сильной концентрации в бою. То есть, он какой-то вот, ну, легкий, да, играешь как-то вот абсолютно на каком-то расслабоне, такой хиповый пацан заехал и просто себе откидываешь своим КД, периодически ловля рикошеты от снарядов противника. Что же касается Т95Е2, это машинка, которая требует от вас быть в постоянном таком, не то чтобы напряжении, но все-таки, я бы сказал, с повышенной концентрацией внимания. Внимание к мелочам, внимание к деталям на неровностях, внимание по тому, насколько сейчас отыграется или не отыграется угол склонения орудия. Вот когда вы в бачок склоняетесь, это вообще просто-таки красота, но, ребят, помните о том, что бачок у вас картонный, соответственно, особо не побыкуешь. Так, надо нам откатываться, однозначно откатываться, я не хочу сам принимать никого. Сейчас посмотрим на вот этого товарища Шершня, что он собой представляет. Но я так понимаю, что вот как раз в этом бою меня сейчас очень-таки даже благополучно и очень-таки даже быстро сольют в ангар. Даже мое хорошее КД не сильно поможет мне в данной ситуации. Вот сейчас мне очень, ну прям очень сильно повезло, это просто-таки не больше, чем везение, но зато дальше, ребят, в принципе, можно потихоньку собирать шмотки и выезжать в ангар. Вот то, что я вам говорил. Вот за такие вот игровые моменты я его немножко и недолюбливаю. Именно из-за этого он мне и не зашел абсолютно. Кто-то скажет, что, безусловно, упоролся там, вылез. Нет, я как раз начал отходить назад для того, чтобы как-то немножко выдержать дистанцию. Я очень сильно рассчитывал, что союзник в неравной схватке с Шершнем все-таки победит и у нас были бы хоть какие-то шансы. Но давайте будем говорить откровенно. У моего товарища союзника КД полувечность, да, поэтому рассчитывать на то, что он часто будет отбрасывать, он такой же терпила, как и я. Один раз бросил и дальше начинает пытаться выжить. У меня действительно перезарядка покруче, но все-таки выжить надо постоянно думать об этом, постоянно где-то хорониться. Короче, машинка однозначно не для ближнего боя. Ну и так получилось, что мы вдвоем, вот такие бедолаги, выехали на трех наших соперников. И, соответственно, вот он результат. Несколькое количество отверстий, ну и, соответственно, я в ангаре. Досматриваем бой, заценим результаты, ну и кратенько подведем итоги. Итак, друзья мои, бой закончился. 1250 единиц урона, один уничтоженный соперник, знак классности третьей степени. В этом бою мы получили серебром, с учетом того, что победа. С учетом према 35 990, будем говорить 36 тысяч, без учета према 18 с половиной косарей. Что касается нашей результативности по бою, то понятное дело, что мы там не блеснули, но хотя бы свой среднячок сделали. И это уже приятно. Отдельная благодарность всем ребятам, которые вытащили данный бой. Мы победили, точнее не так, они победили, ну а я попытался сделать хоть что-нибудь. Будем говорить откровенно и честно, оценивать свою результативность. Значит, что могу сказать по данной машинке? Я не знаю, честно говоря, можно ли ее рекомендовать. И я очень пытаюсь сторониться от таких слов, как однозначная рекомендация к покупке. Потому что танчик зайдет однозначно не каждому игроку. И вот по результатам этого боя вы можете плюс-минус понять, если вы играете с такой же успешностью и с такими же навыками, как и я, будет ли данная машина играться в ваших руках. Если вы суперскилловый игрок, понятное дело, что в ваших руках будет играться, в принципе, даже Тетрис. Ну а в моих руках не все машины отыгрываются прям на все великолепных 100%. По данной машинке могу сказать, для меня она все-таки сложноватая. Мне не сильно приятно на ней отыгрывать, потому что ощущение в бою необходимости постоянно сейвиться и бояться, что тебя сейчас окружат и вынесут в ангар, оно все-таки перекрывает удовольствие от боя. Мне нравится играть больше как-то на легке и, соответственно, на каких-то более живучих аппаратах. Ну а на чем нравится играть вам, безусловно, решать вам. И покупать ли данную машину за тот ценник, за который ее сейчас выставляют. А этот ценник, в принципе, ну согласитесь, не маленький, 5,5 тысяч, хоть это и восьмерка, но, ребят, 5,5 косарей голды это сумма все-таки значительная и существенная. Тут уже решать, безусловно, исключительно вам. Мое дело показать, как машина играется в средних руках среднестатистического танкиста, для того, чтобы вы могли по этому видео примерить машинку на себя. Если вам нравится такого типа обзоры, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен и отблагодарю вас новыми честными обзорами на технику и товары в магазине. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.